Красивый! Что он такой наряд? Что он везет? Тамаш, почему он такой красивый? Когда сбор винограда идет, это у нас праздник в деревне. И когда урожай хороший, есть фестиваль сбора. Его украсили для того, чтобы... Вечером народ собирается с пьянки. Народные танцы. И все на этой телеге едут? Да, на телеге. И поют бейство? Да. То есть это маленький такой, это все погреб? Да. То есть это не жилой дом, это погреб, где хранится вино. Обязательно же под землей, правильно? Да, да, да. А это только верхушка? Да. Ну, видишь, вот здесь видишь. То есть это вот погреб. Ага. А, вот это кучка? Кучка. Да. То есть наполовину. Потому что здесь, поскольку было болото раньше, здесь вода особо глубокая. Дырку ты не сделаешь. Ну да, то есть погребы. Да, погребы. Ну сколько? Это наполовину. Ну вот еще один. Еще один. Да, да. Ну это сколько глубокие? Ну, сто восемьдесят два метра. А, ну два метра. Я думал метра. Нет, нет. Ну, хороший домик. Ну, в нем, в нем жить есть место где жить? Ну да, да, да. Ну, как с Пианки мы тоже домой не едем. Не едем. Ага. То есть. Внутри дальше. Приехали. Справа. Справа. Нет, нет, нет. Это постановка. Аппаратчик. Так. Через зубкарьки. Зубчатый красот. Пройдет эти семочки и он сразу это. И сок выливается. А семочки куда деваются? Нет, туда же все. Все туда? Да, все туда. Просто потом уже сок снимаем, а остаток будем добить. Ага. Видишь, я не знал, что есть рубка. Она так и называется рубка, да? Ну да. А как по-венгерски будет? Дурала. 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 А пресс? Пресс. 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 Да. И в Африке пресс. Да. Африканский пресс. Да. Африканский пресс. А что Джоук делает? Колесо привинчивое. Да. Она разбирается. Да, да. Разбирается. Разбирается. Интересно. Вот это, конечно, самое интересное. Вот эти все штуки. Венгерские. Олло. Ножницы. Олло. Любые ножницы. Олло. 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 Или специальное? Это мягкое олло. Олло. То есть это как бы... Это олло с бумагой резаной. Да. Это мягкое олло. Мягкое садовое. Мягкое садовое. Мягкое. Они мешают. Хотят. Иaman, 되면 два обе. Под caps... Мерчатый manual. Нет. Есть это ко мне. И что, они полные, Томаш, скажи? Нет. Пустые? Видишь, это прошлогодние. Ага. Ага. Ну, написано, наверное, да? Это большая пустая. И это уже с этого года. Еще они бродятся. Видишь, поэтому туда в воду. Ага. Есть этот. Есть аппаратура. Ну и сколько вот здесь получается всего. Можно сюда залить вина во все эти бочки. Сколько это получается? Сол. 1000. Ну, 2000. 2000 литров. 2000 литров. Раз, два, три, четыре, пять. По пять бочек с каждой стороны. Плюс еще. Плюс еще маленькие. А вот это большой бутыль, Томаш. Расскажи, а что здесь? Это тоже как бочка стоит? Вот этот бутыль. Это когда остаток остается, да? То есть это держишь бутыльку, чтобы с этого, когда бочки уходят или чистишь, долить всегда, чтобы были полные. Ты всегда держишь бутылку вино, с чего ты доливаешь, чтобы бочка была полная. А оно нормально здесь? Да, да, да. Ну это прямо как храм какой-то, знаешь. а скажи а вот это вот на потолке мокрая так должно быть она это вода это то что сейчас много воды но это плохо для бочки для вина или него это вот здесь просто погода всегда такая принципе что всегда но здесь не холодно в погребе какая тем какая температура должна сыграть 15 градусов да он есть весной зимой всегда просто я смотрю что бочки подняты до специально от земли на сантиметров 30-50 специально чтобы чтобы было сухо для больше . не гнил а бочка она она же обработанная чем-то вот на той же отдельная признаст отдельно она влажная тоже она влажная но ну класс и молоток специальный до чтобы чтобы забирать чтобы забить пробку на или облита белью краску чтобы когда упадет ты увидел а и точно все про все продумано упадет и не найдет все продумано так что гасим свечи да не надо так а мы сегодня даже сегодня у нас задача собрать виноград и вся забрать частично это вы давить то что будет сок сразу сливаем и остаток будет там наверху бродить и еще с этого с этой бочки перелить на 2 маленькие потому что с этого будем пить а значит чтобы потом не остается воздух перейдем на 2 маленькие остатки любим то есть здесь значит здесь бочка 130 литров там два раза по 50 значит 30 литров все задание повышено идем то есть сюда цепляется веревка веревка из бочка скатывается пускайся на веревку на него на 5 бочку обреку сейчас берешь на верху и тянешь так легче но на это же во всем надо было подумать когда строишь этот полный тамаш в общем говорит что остался один ряд уже все собрано в этом году был очень плохой урожай потому что потому что было много дождей а тогда много дождей виноград и испортится полно быть солнце для винограда х что-то вижу сплошные горы винограды это называется плохой урожай первое ведро прямо туда в руку она тут не проходит данные а все эти начнешь крутить не особо там церемониться с виноградом бух и все а вот почему-то не пошел главный будет по этом по рубке как называется это заталкилок лавенгерский тамаш скатыр то ведь скалы отлично ничего не осталось колбаса все время лезет не в кадр ну давай уберем не хорошо что она висит вызывали сборщика винограда смотри какой у меня рюкзак классный и туда А, или я теперь кручу? Крутий. Видите сосой? Да. Это будет вино с мясом. А где наш досыдник? Вот он. По-русски это называется досыдник. Досыдник. Он досылает снаряд в дуло танка. Да. Лучше руки туда не засовывай. А это точно. Потому что только что чуть досыдник не превратился. То, что там остается... А, там ничего не остается. Не остается. Он просто все перемалывает. Да. Хорошее дело. Стоп, а? Ты хочешь? Идешь, идешь, идешь. И тебе так сыпай. Сып, сып. А, ты просто мимо них проходишь, да? А обычно это рядом стоят, не кучкой, а рядом? Да, да, да. Ага. То есть не кучкой, а вот на этот... Ну, два этих мы ходим вдвоем. И у кого там есть, сразу левая. Чик, чик, чик. И вдвоем постоянно. Просто ходишь, ходишь, ходишь. Ага. Двое крути. А еще... Когда вот хороший урожай, тогда имеет смысл просто снимать еще все это с корочки. То есть еще есть один аппарат, который просто семь. Сам семь. То есть... Эта часть... То есть это... Отдельно от... То есть сам... Ответки. Да, ответки. Ответки. То есть еще какой-то аппарат, да? Да. А у тебя его не используются? Да, да. Система. Поставил на стол. Снял. Давай, теперь я иду. А что ты тут делаешь в погребе? Слушай, а запах какой тут? Винный. Ага. Ну, что ты делаешь? Ну, вот с вашей бочки сделали две маленькие. Чтобы остатки воды выпить. Еще половину. Как раз. Ну, засунул ты туда шланг. И что? Оно само что ульется? Ну, я это... Один раз как... Полная бочка или нет? Ты примерно по расчету... О! А! Вот так ты знаешь. Понятно. Полилось? Значит, полная бочка. Правильно. Что-то я... Не договорился. Ну, не, ощупься. Видишь, я на... Немножко. Это надо выпить сейчас. Вот это пустая. У нее звук. Да. А это? Тоже пустая. Да. Ну, мне кажется, что тут что-то есть. О, а это хорошее. Это хорошее. Вот. А вот. Вот. Когда собираешь, но когда нормальный урожай, да? Вот большие бочки всегда полные, а маленькие, а прошлогодние, видно, как начинаешь, как побродел и как начинаешь переливать, к концу бочки стали пустым и маленькие полные. Сколько лет служит бочка? Чем старше бочка, тем лучше. А сколько лет этим бочкам? Самый старый один из них, бочки, это еще от папы, от дедушки, от дедушки, значит, где-то, ну, максимум стоит, ну, где-то от 50 до 100 этих бочек. Как называется это бадья? Ведро, собрали полное ведро винограда, что мы теперь будем делать? Повезем домой? Да, да, да. Или будем делать что-то делать здесь? Нет, сейчас сливаем сок сверху, то, что мы можем сливать. А как мы будем сливать сок? Смотрите, если на голове. Сейчас покажу. То есть мы набираем в пробирку... Томаш, мы набираем в пробирку, да, специальную? А как мы будем сливать качество? Есть такой инструмент, фоколо, называется. Это рыба. Это рыба. А, вот он, похож на термометр. Да, да, да. Только это в венометр? Венометр. Венометр. Опустили. А что он показывает? Сколько градусов сахара. Хороший? Плохой. Плохой? Плохой? Плохой. Обычно должен быть 22. А сейчас сколько? 13. Ну, когда хороший рожай, да, тогда... 22. А, погода. Погода, не короче. Да, да. Когда вот средний, тогда где-то 18. А если вот сейчас... 21. Или сколько? Сколько сейчас? 14 градусов. А, 14. То есть это плохой? Плохой. То есть это выбрасываем? Ну, будет просто кислый, очень сухой и кислый виноград. Вино. Ну, сухой вино это же хорошо? Да, очень сухой. Сухой, сухой, сухой. То есть если, допустим, очень сухой вино, это значит, что был плохой урожай? А сухой вино из хорошего урожая? Нет, там еще это зависит от того, что... То есть, поскольку маленькая сухая гадность этого винограда, значит, бродить будет очень... Долго. Долго. Ага. И просто весь, как сказать... Уйдет, уйдет из него. Да, уйдет весь. Аромат, полезность. Все съедят бактерии. Бактерии все съедят. Когда большой... Сагарнус, да? Там 22. Тогда его быстро побродит. Проливаешь, почистишь и потом спокойно там... То есть, когда плохой урожай, бактерии говорят... Ес! Ес! Мы теперь будем хорошо кушать. Да. Все им. Апурозы. Смотри. Вот так надо пить виноградный сок. Сразу. Апурозы? Сразу. Ну, вот, собственно говоря, следующий этап. То, что давят ногами в Италии, давят здесь обычным. Сюда у нас льется виноградный сок. По трубе. Которая идет вот так вот. Сверху. Поднимаемся, смотрим откуда. Как Word так вот? Туда стрелですか? Это тогда на живыхes. Торезы очень иная. Что тутmes, хотя бы красивую нырку? На, да, Lord. там аж это конечно уникально такого нигде не увидел в киеве так точно так виноградный сок течет просто ручьями из обычного дуршлага зачем ты сцеживаешь сок обратно ну тут зачем ты ждешь пока стечет сок я нашел оттуда так все будет это а выливать из миски можно вылить потом хитро хитро ты не упадешь туда потом сверху кладутся такие штучки деревянные как они называются они штучки замечательным а потом сверху кладется колышки для того чтобы пресс доставал бы деревянных перемычек вот танкию еще один уровень тамаша какая мощность этого пресса такой силой он давит сильно не сильно сколько нужно на виноград совсем немножко не мешает а это ведь пресс я думал там сверху сейчас начнет опускаться какая-то штука Это раньше с хорошим шумом. А здесь работает все. Это просто раньше, когда много, тогда не доработаешь руками. Тогда включаешь его и все там крутится движок. И тогда вот это. Сейчас ты используешь. А эта штука это специально для сока или это какой-то автомобильный домкрат? Вот так вот. Вот так вот производитель автомобильных домкратов не знает о том, как в Венгрии используют его. Назвать это не по назначению нельзя, потому что назначение известно. Да, виноградный соль. Для вина. Разбираем конструкцию. Нет. Нет, еще выше. И еще выше, потому что... А как ты знаешь, что выдавил все, что нужно? Ну пока сок не четко. А, логично слушать. Как только сок перестал, значит уже все. То же самое, что с бочкой. Как ты знаешь, что бочка полная? Когда полилась из бочки, значит полная. Вот так вот мы все. Ну и все. Если нет, ты знаешь, если бы ты не можешь сделать, как будто бы ты, то это тебе больше ничего. Подписывайся. Я не делаю. А, что ты опять за насел? Ну ладно, да, что делать. Недленно. Да, даже через стенки видно ли это. Как у нас там дела, там можно и стаканчик набрать, и канистрочку. Гарантированный понос. Спасибо большое. Теперь жмых перемещается обратно в корзину из пресса. Как же он живописно выглядит там в этой штуке. Что потом с ним делать, Тамаш? Это так просто сейчас постоит. И что потом? Это семь восемь дней. И то, что потом выжимается, уже будет красное вино. То есть это еще потом из него будет вино. Я думал это уже мусор. Нет. Это то, что мы сейчас сливали его, из этого будет розовое вино. А то, что постоит, это красное будет красное. Так это что значит? Розовое вино лучше, чем красное? Нет. Розовое вино лучше, чем красное вино. Или оно просто первое? Розовое вино будет легкое. Легкое. А это уже будет тяжелая артиллерия. Я от вино. Понятно. Что? Свет? Очень интересно. Входим. А, тут еще. Сколько еще дверей? Десять? Видишь, тут вместо одного башу отключают. Вот так вот открывается. Потайной ход. Секретный. Это не люк. Это даже целая дверь. Да. Секретный. Секретный. Да. Давайте, иду за вами. Все. Все оставили. Ну. А так уж и быть. Пойду. Вперед. Эй. Ха-ха-ха-ха. Вот так вот я и знал. Закроет за мной дверь. Вот он, стратегический запас в Венгрии. Е-мое. 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 Поворот налево есть даже. Е-мое. Похоже на компьютерную игру. Целая батарея вина. А что это тамаш? Вата какая-то? Что это такое? Это... Плесень. Как по-русски. Плесень. Плесень. А тут не вредно дышать? Нет. Нет? Не бойся. Или это специальная плесень? Это специальная. Ну это... Так бывает. Да. Это серьезно. Шутки. Шутки в сторону. А это, наверное, какие-то старые бутылки, Томаш, да? Да, 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 да. Ну у него... С каждого года... С каждого года самые... Значит это... Примерно столько он... Оставляет? А, на следующий. Ага. Ага. Я понял. Как там это? Значит это десятый год. Вот это золотой, это десятый год. Зачем эта пресень? Не нравится? Ну, немножко жутковато. Это от холода. Не, ну такое впечатление, что ее сюда положили. Майкласс. Да! Ты нашёл... Ты нашёл... Ну то, что здесь, ты нашёл... Ага. Вот еще винище. Как боеприпасы. И среди них кока-кола. Это, наверное, очень старое. Тут на потолке. Земля, корни растут. Идем дальше. Ого, сколько он. Ты чего бежишь? Пугаешься. Что боишься? У меня нет освещения, я там не вижу ничего. Нет. Ничего страшного. Он решил нас напугать. Нет, это просто конец здесь. Ничего. Здесь просто еще не достроили. Здесь просто народ себя строит. Да, еще публика. Они копают и... Да, вот конец. И конец. Что-то блестит? Инструмент какой-то? Собака гавкает. Соседний привет. А что написано, Тамаш? Оно вот здесь, на стенах. 1953 года. Выкопали, да? Да, выкопали. 1953 года. А здесь что, да? Тамаш, привет написали. Так, все, идем на свет. Да. Тамаш, такого, конечно, не увидишь. Нормальной жизни. Не зря, не зря мы сюда поехали. Не зря? Да. Да. Ну смотри, будешь из бочки попробовать? Ну я-то буду, но если для этого надо открывать бочку, то, наверное, нет. Жалко. Лучше не из бочки, а бутылки возьмем. Да. Где он? Десятый год скоро. Десятый, десятый. Вообще хозяин сказал, что этот коридор еще длиннее. Просто он закрывал, не хотел дальше. Нет, тот, тот. А, другой? Тот, другой, тот. Но какой-то конец он закрыл, чтобы не заниматься. Нет, там уже закрыл. Ему казалось опасным, что там когда-то грухнет все. Нет, просто тот вдруг выходит на паддорог. А, да, да. А вдруг там с дороги кто-то туда падает. Ну да. Он закрыл, что все, конец, не надо больше. Тоже молоточек. Да. Это чтобы выбить пробку, да, по-моему? Да, да, да. Так, бираешь? Да, да. Ну, мы сейчас сейчас, как бы здесь. Да, это здесь. Что ты говоришь, Джула? Да, здесь. Десятого года. Будем быть десятого года. Десятого года. Десятого года. Десятого года. Десятого. В этих бутинках я тебе просто бочку показать, с какой бочкой не пьем. Какой? Какой? Это все 13. 12, 13, 11, 12, 12. А, не то, что они? Нет, нет. Нет. А Юля, на самом деле, оторвала себя в этой бутинках. Не да, не прав. Уже, это не так. Уже, это не так, что у вас есть. У нас нет бутинок. У нас есть бутинок. У вас есть бутинок? У меня нет, я не знаю, что там, есть бутинок. канистра с паренькой знаешь тамаш ходить по этим коридорам напоминает компьютерную игру из девяностых помнишь такая игра была вольфенштейн там где ты ходишь с пистолетом а тут нашел тут как раз такой склад наш все все очень похоже есть какие-то магазины берите по штучку по пару штук я желтой а Берем розовое. Кажется, что эта плесень меня укусит. Укусит, да. Ну серьезно. Монаток. Если померем, то я буду. Кто-то дома есть? Она легко выходит. Ну вот, видишь, как. Это не так. Это не так. Я знаю, что это не так. Не надо много. Это уже много. Это уже много. Да. Держи стакан. Держи стакан. Держи стакан. Хорошо. 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 Второй способ. А туда окунаешь, да? Окунаешь. Дверку. Закрываешь. И поднимаешь. И потом наливаешь. Ну да. Это нравится больше, но это интереснее. Да. Это более интереснее. Это более интереснее. Это более интереснее. Что ж? Да. Помогим вас! Помогим вас! Помогим вас! Матей! Тем не менее. Матей. Помогим вас. А мы, я не кушаетесь. Я везетек, да? Я везетек еще и кушаю. Вот так вот оттуда. Везем вверх, а вот это тизу эггер и етингол. А сон тогда. Ммм. Я такого раньше не пробовал. Какой-то такой интересный. Ну? Тамаш держит на плече эту штуку, как этот? Как мушкет? Да. Вот какие были настоящие мушкетеры. А ты пальцем там зажимаешь, да? Пальцем зажимаешь. Да, он закрыт. Сейчас ты его обратно вылил, да? В эту же бочку или в другую? Нет. А то, что ты его достал, а потом обратно влил, это ничего? Ну что? Да, сейчас с той бутылки, тот, чтобы выпили. А, то есть ты дополнишь. То есть открываем бутылку. Да. И доливаем туда. Да. Чтобы банане, дай бог, не было просто бутылок. Ну, да. Получается, что наливать надо даже, может, чуть больше, чтобы оно уже начало выливаться, да? Да. Да, да, да. Слушай, легкое какое. Ну, байдарский стачка делай тех, чем ты. Йоу! Ты увидел, да, что оно заблестело уже? А, потому что еще пробка на себя возьмет. Ну, водоизмещение, да. Все. Супер! Первый раз в жизни пробовал яиц этого. Ну, из бутылки. Супер! Идем на землю. Да. Прямо как египетские пирамиды какие-то. Вот так. Берем новое вино, которое нас тут ждет. Спасибо вам за теплые приемы. Очень интересно. И закрыли, да? Как будто и нету там никакого погреба. Да. Ах! 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 Ах!